Еще раз, надо понимать одну простую вещь, что вот была такая идея, муссировалась, что вот сейчас мы прорубим коридор в Крым, да, сухопутный коридор. Ну вот из того, что я видел, оценки более-менее вменяемых людей, там нужно как минимум 1100-150 живой силы, ну наверное где-нибудь треть из них ляжет, чтобы пробить этот коридор. Надо понимать еще одну простую вещь, что судя по всему ситуация сложилась так, что на начало войны, ну по разным оценкам у нас было от 20 до 30 тысяч боеспособных подразделений, ну чистость боеспособных подразделений в армии была такая, значит, значительная часть из этих подразделений уже в Украине побывала, потери, в общем не слабые и немеренные, это боеспособные подразделения. Значит, те 100-150 тысяч, которые будете набирать для пробития этого коридора, они боеспособными не являются. То есть какие там будут потери и что они смогут сделать. Поэтому в Киев на чем вы поедете? На одном танке? Ну, может, я буду даже приветствовать, потыкать пальцем. Несерьезно, понимаете. Потом, ведь не надо забывать, что уже принято решение в США и Конгресс за это проголосовал, что Украина является, как же там статус, важный союзник вне блока НАТО. Вы хотите побывать с НАТО? Давайте посмотрим на бюджеты. У нас, по-моему, 60 ярдов, ну плюс там много неучтенного, половину из этого воруют, если не больше, но остается 30-40 миллиардов в год. Бюджет какой США в войне не подскажете? Никто не помнит? Вот. А у НАТО какой бюджет? Причем там воруют, но там воруют по-другому. Ну, там стоимость самолетов завышает, скажем, некая корпорация, тому подобное. Чего? Духовность? А скажите, за что мы воюем на Донбассе? Я, например, не в курсе. Как можно, вот за что мы пошли убивать своих кровных братьев? Во, во, во. Ну да, мы здесь сидим и, пардон, ППР занимаемся, я согласен. Поэтому это нереально. Возможно, какие-то локальные успехи на фронте, да, сейчас могут устроить очередной котел, да, спокойно. Но надо понимать еще одну простую вещь, что вот у нас же вся эта информация закрыта, у нас Рюцкий мир, у нас все великие вояки, военачальники и тому подобное. А посмотрите, как хохлы раскрывают всю информацию, что они пишут о своих генералах, о своих снабженцах, о своем руководстве, логистике армейской, всего. Вы думаете, что наша армия чем-то отличается от украинской армии? Ну, только вот хохлы действительно воюют за свою землю. Что мы там делаем? Ну, солдаты не знают. Ну, да, они, наверное, воюют за ипотеку. Кто-то воюет за то, чтобы не дали срок, как у нас принято. Но вот степень, что ли, разложения армии и общества и там, и здесь, она одинаковая. Поэтому не надо думать, что мы сейчас войдем в Киев или захватим Вильнюс, еще что-то, Игу. Ну, да, может быть, там пара батальонов, может быть, десантной полкой приземлиться, только у него долго хватит. Вот, что касается у нашего флота, ну, вот оценки такие тоже интересные. У нас, по-моему, 270 кораблей, из них морепригодны, то ли 45 или 46, включая подводный флот. Так что не стройте, люди, не слушайте телевизор. А то вы скоро начнете с них синячек свежевать.